В то время, когда мэрия тратит огромные средства на содержание собственной муниципальной армии, историческая часть нашего города разрушается на глазах. Одесские активисты провели акцию, цель которой привлечь внимание городской власти к бедственному состоянию фасадов домов в центре города. Ими была составлена виртуальная карта разрушающихся зданий. А с помощью красной ленты они отметили наиболее опасные для жизни горожан места, где уже обвалились или вот-вот отвалятся части карнизов и балконы. Так чудовищно Одесса не выглядела никогда. В центральной части города практически нет ни одного целого здания. Что неудивительно, ибо самими зданиями, начиная от домов так называемой фоновой застройки и заканчивая шедеврами дореволюционного зодчества, городские власти последние несколько лет не занимаются вообще. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация с падающими карнизами и отваливающимися балконами говорит уже не просто о халатности мэрии, а о настоящем преступлении по отношению к Старой Одессе. Дело в том, что в центре, в историческом центре, который является, ну не знаю, визитной карточкой нашего города, является, как я считаю, будущим нашего города, обваливается огромное количество карнизов и фасадов. Мэрия ничего с этим не делает. Находясь у власти уже практически три года, ни одна нормальная программа не была направлена на это. Хотя город пухнет от денег на самом деле, мы это знаем прекрасно, что деньги, большие суммы находятся на депозитах. Сотни миллионов они крадут, за сотни-сотни миллионов строят себе новый офис. А визитная карточка города, она разрушается. Мало того, это преступно, потому что карнизы эти падают просто на головы одесситов. Михаил Кузаконь рассказывает, около месяца назад прямо на его глазах кусок карниза едва не убил женщину с ребенком, которые в момент его падения шли вдоль дома. О том, что в этом доме, расположенном на улице Бунина, произошло обрушение, до сих пор, говорят, валяющиеся у здания камни. Их даже никто не потрудился убрать. По словам активиста Олега Михайлика, в доме, в котором он живет, тоже обвалился карниз. И также, только чудом, никто не пострадал. Где-то две недели назад во дворе нашего 100-летнего дома обвалился карниз фасада. Хорошо, что не гуляли там внутри, в закрытом дворе дети. Кого-то бы убило или покалечило. С другой стороны, этого же двора такой же обвал был летом прошлого года. Несмотря на все обращения в ЖЭК, Козловскому, в Горсовет, максимум, что нам пообещали, пригнать вышку и сбить карнизы с памятника архитектуры, чтобы они в будущем не обваливались. Но даже этого не сделали, потому что оказалось, что во двор просто не заезжает та вышка, которая у них есть. Камни лежат во дворе до сих пор. То, что случается один раз, можно назвать случайностью. Но случай обвалов карнизов и балконов, который происходит почти ежедневно, это уже тенденция, причем очень нехорошая. И не только для самого города, но и для людей, которые в нем живут или приезжают насладиться местными красотами. Как не вспомнить случай, когда, слетевши с карниза филармонию кусок ракушечника, убил маленькую девочку, которая приехала с мамой на экскурсию по городу. Или относительно недавняя трагедия, когда на улице Княжеской упал балкон, на котором находилась пожилая женщина. И в этот раз так же все закончилось летальным исходом. Разве жизнь одесситов имеет значение для нашего городского головы и его профессиональной, в смысле убийства города, команды? Если я за несколько месяцев лично воочию видел уже два раза, как падают на людей карнизы, как людей чуть не убило от этой преступной халатности и бесхозяйственности, и никаких решений, хотя об этом и пишет пресса достаточно много, и обращают внимание на эту серьезную проблему журналисты, ничего не происходит. Они заняты распилом бюджета, воровством и какими-то своими делами, которые им приносят огромные деньги. Жизнь одесситов, я считаю, в опасности, и будущее города, как исторического туристического центра, тоже находится в огромной опасности. Нам такая власть не нужна, и надо ее убирать из нашего города. А пока Геннадий Труханов занимает руководящее кресло, приходится людям брать дело в свои руки. И хотя отремонтировать за собственный счет старинные здания одесситам не по карману, то вполне по силам хотя бы оградить наиболее опасные места. Активисты общественной организации «Калина» принесли с собой оградительную ленточку, с помощью которой отметили территорию хождения, по которой несет наибольшую угрозу. А для пущей убедительности активисты оставили на лентах номера телефонов, по которым гражданам необходимо обращаться в случае возникновения обрушительных ситуаций. Вы можете узнать, что происходит в Одессе, почему небезопасно ходить в самом этом месте, в котором мы оградили. Первый телефон – это телефон ЖКС, второй телефон – это мэра Одессы Труханова. Активистами также была составлена специальная карта рушащихся зданий, которые несут в себе опасность для жизни человека. Впрочем, отмечены далеко не все дома, требующие немедленного ремонта. Чтобы внести все номера на карту, просто места не хватит. «Мы это сделали, в общем-то, для того, чтобы показать одесситам, что, в общем-то, города, который еще у них в воображении существует, жемчужины у моря, воспетаны поэтами, в песнях, его уже нет. Его уже сегодня не существует, этого города. У нас остались руины. И на самом деле, осознав, что происходит, любой одессит немного подумал, он поймет, что единственное, чего у нас нет в городе для решения этой проблемы – это желание власти. Потому что деньги в бюджете есть, вопрос это решаемый. И единственное, чего нет на сегодняшний день – это желание власти что-то делать или способности». Впрочем, тем, кто живет и работает в центре города, о плачевном и даже убийственном состоянии исторического ареала, рассказывать не надо. «Ну, конечно, а кто нам может привести в порядок? Не дождешься, не достучишься. Даже в коммунальную собственную. Сейчас во дворе Садовая 6. Просто рушится вот фасад. Даже фасад и внутри двора. Но достучаться некому. Некому просто. Не только страшно сюда ходить. По всей Одессе страшно ходить. А живу я на Садовой. И там тоже мрак какой-то. Я же говорю, Одесса грязный, город сейчас и после зимы – это весь черный, просто черный, в грибке. Страшно просто». Игорь Млынский всю жизнь проработал спасателем. Он прекрасно знает, как это вытаскивать людей, оказавшихся погребенными под развалинами зданий. Но одно дело – силы природы, землетрясения, с которыми не поспоришь. И совсем другое – когда безопасность жизни человека не обеспечена государственными структурами, в том числе мэрией. Сейчас Игорь Млынский руководит отрядом добровольных спасателей. «Эта организация сегодня работает в Одессе именно с подобными фасадами, которые падают. Так правило, нас вызывают на несчастные случаи. Талармония, когда убила девочку, нас вызвали буквально через час. Мы уже висели на веревках, очищали фасад. Мы сняли тогда килограмм 500 лишних камней, которые могут и сегодня упасть. Вы видите только часть фасадов. Вы еще не видели крыши, которые разрушаются, по которым ходить нереально. Которые проливаются на крыши верхних этажей и, соответственно, заливают карнизы, пилястры, отливы и переходят на фасады». Рушится старая Одесса, причем обваливаются карнизы и лепнина не только у давно неремонтируемых зданий, но и там, где вроде бы этот самый капремонт был. Например, самый известный в Одессе длинный балкон может укоротиться в любой момент. Фасадную стену здание украшает выцвевшая от времени информационная табличка европейской ценности данного балкона. Но, видимо, табличка в подобных случаях не помогает. Как не помогают они охранять законом архитектурные дома-памятники когда-то прекрасной, умирающей ныне Одессы.